Друзья, всем привет! Сегодня у нас в ремонте ноутбук Acer E1-510 на платформе Compal A621P. Заявленная неисправность не включается, не реагирует на аккумуляторную батарею, на подключение зарядного устройства, на нажатие кнопочки. Ну и давайте вместе попробуем отдиагностировать и по возможности произвести ремонт. Итак, давайте подключим питание. Смотрим напряжение на входе первого мосфета, PPU302, то есть на стоке. Сток 19, выход и сток. Ни фига нету. Затвор ни фига нету. Давайте отключим питание. Перейдем в режим измерения сопротивления. Смотрим сток и сток первого. Килаума живой. Сток и сток второго. Мегаума живой. Так, а почему у нас... Так, ну давайте посмотрим сопротивление на выходе первого. Мегаума нормальный. На выходе второго. И на выходе второго у нас козюля. И таким образом оба мосфета у нас исправны, но на выходе второго мосфета у нас короткое замыкание по цепи 19 вольт в сторону нагрузки. Поэтому сейчас на выход второго поем с проводком, да, можно к токовому датчику подпаяться. И подаем 2 вольта, 2 ампера. Вот, и смотрим, что на плате у нас будет греться. Итак, у нас выставлено 2 вольта, да, и... 1.38, давайте чуть-чуть подкрутим. И 2 ампера. Подключим ЛБП. Употребление у нас нифиговое, 1.79 ампер. Так, у нас нагрев в районе... Там, где мы паялись, непонятно почему там. У нас что-то греется с обратной стороны, перевернем плату. Ну, вот наш косячный элемент. И это сейчас мы посмотрим, кто это. Итак, друзья, вот наш Кассипор, да, и это ПУШ-601. Это формирование напряжения 1 вольт. Соответственно, здесь нам нужно будет проверить сопротивление по линии плюс 1 вольт, то есть на дросселе ПЛ-602. Вот, и сопротивление по линии ЛДО 3 вольта. То есть вот пятый вывод. Итак, смотрим сопротивление на дросселе. На дросселе у нас 0,9 Ом. То есть, Кассипор, либо в сторону ШИМа, да, либо в сторону, в другую, в сторону нагрузочки. Поэтому дросселек мы снимем. Так, ну и давайте посмотрим, какой-то у нас вывод ЛДО. Пятый вывод. Раз, два, три, четыре, пять. Ну и ПЛДО, я бы сказал, тоже косяк, шестен. То есть, все плохо. Поэтому сейчас снимаем дроссель. Заново проводим измерения. И тогда уже будет видно. Дроссель полностью снимать не будем. Сейчас приподнимем ее в одну сторону просто. Смотрим сопротивление со стороны ШИМа. Со стороны ШИМа косяк. Со стороны нагрузки. Тоже косяк. Блин, я так не играю. То есть, вот данное напряжение, да, идет ток на перемычку. Больше никуда не идет. Так что, смысл размыкая, не размыкая. Нужно было просто, да, дроссель не снимать, да, просто разомкнуть перемычку. Так, вот у нас еще есть MOSFET на преобразование напряжения 1.0 ВАЛВ. Да, то есть 1.0 АЛВ. Напряжение, которое всегда присутствует в напряжении. 1 Вольт ВС. Так, то есть можно вот этот вот на свет снять. Ну и, собственно, вот и, собственно, и все. Конечно, сопротивление, ну, те, кто приходит на BGA-чипы, в том числе, на процессор, могут быть весьма небольшими. Но здесь нужно узнать, вот именно конкретно, в конкретном случае, какое сопротивление, допустим, на других подобных схемах нормальное сопротивление. Ну, в принципе, даже U60, наверное, мы снимать не будем. Мы сейчас просто посмотрим сопротивление сток и сток. И, соответственно, если MOSFET не пробить, то, то есть снимать его смысла нету. Так. Непонятно, вот эти 2,6 Ом, это быстрее всего сопротивление, ну, и, соответственно, не MOSFET, а сопротивление по процессору. Да, 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 вот это наше. Так, давайте проверим парню. На. MOSFET живой. На средственной площадке, на землю. 1 Ом, это еще плюс сопротивление щупов, сейчас посмотрим. Что-то, короче, мне кажется, в жопу, братцу. 2,3. Так, что у нас на щупах-то? Ну, и в жопу, короче. Мы смотрим сейчас, показываем сопротивление щупов. Сопротивление по... Так, это что у нас? Исток. Исток в сторону нагрузки. То есть напряжение плюс А1ВС. Сопротивление в сторону нагрузки, короткое замыкание. То есть нашему братцу пришел к обздец. Так, наш шим снят. Давайте посмотрим сопротивление ПЛДО. ПЛДО козы нету, это хорошо. То есть мультиконтроллер, мультиконтроллер, возможно, жив. С этой стороны, кстати, тоже, да? Но вот здесь... Все плохо. Ну и так, друзья, давайте, чтобы убедиться уже, скажем так, на 90% мы подпаялись к перемычке, да? По 1-вольтовой линии. 1 вольт АЛВ, да? Вот. И сейчас подадим сюда... У нас питание здесь 1 вольт. Соответственно, сюда подадим 1 вольт. И сколько-нибудь ампер. Вот. И посмотрим, будет ли где-то нагрев. Ну и, в общем, посмотрим. Итак, у нас выставлен 1 вольт, да? И... 1,5 ампера. Вотребление 0,5 ампера. Как мы можем видеть, у нас нагрев левого нижнего угла кристалла процессора. Разброс температуры очень небольшой, поэтому не очень хорошо видно. То есть, у нас тут, да? 32 градуса, на углу 37. В принципе, если напряжение дать побольше, будет видно все отчетливо. То есть, нагрев у нас происходит вот этого уголка. Процессор убит, однозначно под замену. Вокруг чипа у нас имеется вот такой вот зубастый компаунд. Так что, подготовим данные зубки к посеву. На нагревателе у нас 260 градусов. На столе пока соточка. Поэтому удалим компаунд. Ну и в дальнейшем заменим чип. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, давайте посмотрим, как изменилось наше сопротивление после замены процессора. Дроссель у нас снят, да, и снят ШИМ. И мы входим, смотрим сопротивление со стороны нагрузки, то есть со стороны процессора. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И у нас здесь порядка 200, 100, 180 Ом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Со стороны ШИМа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Соответственно, сейчас устанавливаем на родину ШИМ-контроллер, да, и дроссель. И будем пробовать запускать плату. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, мы установили ШИМ-контроллер. Давайте на новом ШИМ-контроллере проверим сопротивление на площадке дросселя в сторону нашего ШИМ-контроллера. Для того, чтобы убедиться, ну, в какой-то мере, да, что наш ШИМ исправен. То есть, что здесь нету никакого косяка там с коротким замыканием, например. То есть в сторону ШИМ-контроллера у нас сопротивление 1,8 Мегаум. Так, и в сторону, какую-то у нас нога была ЛДО. Это пятая нога ШИМ-контроллера. Так. Ни хрена не вижу. Ну, и пятая нога нашего ШИМ-контроллера. Вывод ЛДО. То есть у нас вот раз, два, три, четыре, пять. Пять. То есть вот здесь у нас сопротивление порядка 400 кОм. Соответственно, это нам говорит, что у нас как бы все хорошо. И по силовым, и по ЛДО. И по силам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Скажу вам так, паять под микроскопом, смотря именно на экран, а не в окуляре, занятие так себе, блин. Субтитры сделал DimaTorzok Есть картинка посткод 30 Итак, друзья, аппарат я собрал в кучу Все у нас работает Давайте посмотрим, какой процессор у нас установлен Процессор N3520 То есть то же, что и стояло Друзья, на сегодня на этом все Подписывайтесь на канал Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...